Дорогие друзья, я рад приветствовать организаторов и участников Третьего Киевского Еврейского Форума. В первую очередь я хотел бы поблагодарить нашего дорогого партнера и друга, первого вице-президента Евразийского Еврейского Конгресса Бориса Ложкина, за эту важную инициативу. За несколько лет Киевский Еврейский Форум стал важным мероприятием в еврейском мире, и мы рады принимать в этом участие. В этом году форум посвящен 30-летию дипломатических отношений между независимой Украиной и государством Израиля. 30 лет назад для наших государств началась новая глава, однако отношения между нашими народами складывались веками. История еврейского народа на украинской земле насчитывает немало времени, и Евразийский Еврейский Конгресс вкладывает большие усилия для сохранения исторического и культурного наследия украинского еврейства. Мы также уделяем большое внимание развитию общинной жизни и оказываем поддержку социальным и образовательным проектам на территории Украины. Мы искренне надеемся на дальнейшее развитие добрых отношений между нашими странами и между нашими народами. За последние годы Евразийский Еврейский Конгресс выступил партнером в ряде важнейших инициатив Еврейской Конфедерации Украины, которую возглавляет Парис Ложкин. Недавно, к 80-й годовщине трагедии в Бабе-Мяру, мы издали книгу «Праведники народов мира» о гражданах Украины, спасавших евреев в годы Холокоста. В рамках проекта «Еврейская библиотека на украинском языке» в свет выходят лучшие книги по истории еврейского государства и биографии его лидеров. Еще одним важным совместным проектом стало создание Института исследования украинского еврейства при Теловевском университете, задачей которого является изучение истории и культуры евреев на украинских землях от Средневековья до наших дней. Мы рады продолжать сотрудничать с Еврейской Конфедерацией Украины на благо одной из крупнейших еврейских общин на постсоветском пространстве и признательны Борису Ложкину за большой вклад в настоящее и будущее украинского еврейства. Я желаю всем участникам форума успешной и плодатурной работы. Мы делаем важное дело и с Божьей помощью мы добьемся успеха.